приветствую вас уважаемые коллеги трейдеры на связи компания маркет с меня зовут виктор банков мы продолжаем анализировать рынок используя математическую модель поведения цены на календаре у нас 27 июля практически конец месяца и сегодня мы немножко поменяем формат наших обзоров обычно я записываю видео с уже сделанной разметкой но сегодня я сделаю ее при вас чтобы вы посмотрели каким образом она строится может взяли для себя некоторые моменты и впоследствии мы могли с вами проверить насколько отработала данная идея насколько она оказалась действительно верной итак поехали индекс s&p 500 мы с вами рассматривали индекс s&p 500 еще вот в этом месте это 20 число у нас было и собственно мы говорили о том что после такого падения и достижения дна мы можем как провалиться немножко ниже от одного из ключевых уровней сопротивления или пойти вверх по ну в дальнейшем по трендовому каналу как видим сценарий у нас выполнился именно 2 причем после того как открылась точнее был конец примаркет американской торговой сессии я все-таки рискнул и открыл сделку в бай ну и как видим принципе она хорошо отработала достаточно такое неплохое движение показала вот чего ждать от цены сейчас но смотреть давайте рассуждать логически во первых у нас есть верхняя граница трендового канала хоть он немножко у нас и расширился но верхняя граница она есть верхняя граница поэтому покупать сейчас вот прямо сейчас достаточно дорого если мы посмотрим то здесь у нас есть вот такая размерность последняя которую мы можем использовать для того чтобы усреднить позиции если кто-то еще стоит в покупке то есть только для усреднения мы можем это использовать покупать здесь действительно дорого поэтому если кто-то допустим уже не стоит в сделках покупку то я вам рекомендую дождаться коррекции коррекция у нас давайте отметим это будет уровень 43 42 с половиной и 43 0 1 и 1 вот это два уровня минимальной глубокой коррекции откуда логичнее всего будет работать в продолжение восходящего движения каких-то объективных причин падения фондового рынка по крайней мере сейчас я не вижу но как мы знаем рынок может преподнести сюрпризы тем не менее я полагаю что все-таки мы сейчас смотрим вверх какие у нас границы движения цены ну давайте посмотрим начнем наверное сначала вот этого трендового движения и проанализируем чего мы можем здесь ждать но эти цели скорее всего у нас будут слишком далеко идущими наверно рассмотрим ближайшие вот этот среднесрочный диапазон как мы видим мы уже достигли как раз вчера произошло поэтому данные цели можно удалить можно их не рассматривать нам нужен следующий диапазон следующий диапазон у нас будет находиться вот здесь это будет как раз котировка 45 07 вот этот среднесрочный диапазон мы с вами и отмечаем таким образом это будет наша среднесрочная цель здесь можно отметить себе перед этим круглый уровень 4500 но вряд ли мы просто его кольнем и отскочим также бодренько скорее всего будет какой-то небольшой ложный пробой как раз мы долетим до наших целей поэтому рекомендация на ближайшее время это работа именно в продолжении восходящего движения по вот этой размерности которая давайте посмотрим попадает ли она да она как раз попадает в нижнюю границу нашего среднесрочного диапазона собственно вот это будет наш основной сценарий по поводу точки входа коллеги но здесь я бы с текущих позиций честно не заходил я подождал либо пробои и закрепления над локальным максимумом потому что в этом случае у нас будет подтверждение пробоя верхней границы трендового канала либо дождался бы уже снижение и отсюда попытался зайти собственно по поводу снижения здесь возможны несколько вариаций в том числе и трех составное движение то есть если мы будем с вами двигаться например как-то ну как-то где-то вот так наверно движение вниз коррекция и движение то есть это будет не что иное как трех составное движение мы можем даже не достигнуть уровня минимальной коррекции но после этого движения допустим построив вот такой наклонный трендовый канал наклонную трендовую линию и дождавшись пробоя этой линии и закрепления здесь можно будет войти в сделку на покупку в продолжение восходящего движения то есть пока что у нас основной сценарий будет именно вот такой далее идем евро доллар по евро доллару здесь у нас с вами идея следующая мы застряли в некоем таком среднесрочном или даже краткосрочном скорее флетовом диапазоне и пока что из него выйти не можем как видим здесь предпринимались попытки как подвести цену выше то есть пробиться и сменить направление тренда так и сбросить ее ниже пока что можно судить что здесь достигнут некий паритет потому что цену в итоге так никуда и не двинули возможно сегодняшние новости или завтрашние новости или не знаю уже наверно нон фарм на следующей неделе подскажет нам куда же все-таки дальше будет двигаться цена это всего лишь затишье перед бурей но тем не менее какие-то позиции здесь мы можем с вами использовать во первых это отработка вложенного дня которая у нас пока что не свершилась на прошлой неделе и на этой неделе также я имею ввиду нижний диапазон это у нас котировка 117 480 я здесь уже стою лимитным ордером и плюс мы видим что здесь сосредоточены достаточно такие большие стоп лоссы поэтому при подходе к этому уровню мы можем очень хорошо отскочить и долететь до верхней границы поэтому эту идею можно использовать другое дело если мы пойдем восходящем направлении здесь у нас как видим очень много не отработанных моментов и цена может проскочить допустим через первый диапазон ликвидности и достигнуть следующего диапазона поэтому здесь будьте внимательны и осторожны для того чтобы не попасть на лишние стоп лоссы или не набрать лишних позиций можете воспользоваться в этом плане фундаментальным анализом и проанализировать куда же пойдет цена но помните о том что в текущем нисходящем цикле если смотреть по размерности мы еще не отработали свое движение поэтому вполне возможно что будет какой-то ложный пробой затем резкий возврат и продолжение восходящего движения на фоне ослабления американского доллара такой сценарий тоже возможен причем подобных ситуаций на паре евро доллар за последние полгода было достаточно много когда мы резко меняли трендовое направление вот поэтому здесь будьте внимательны больше здесь никаких на текущий момент особо точек входа нету единственное что с текущих позиций вы можете попытаться от уровня глубокой коррекции который мы только что тестировали зайти в восходящем направлении стоп у вас здесь будет достаточно короткий где-то порядка 10 пунктов стоп и take profit 1 будет порядка 40 пунктов в принципе хорошее сочетание но я заходить уже здесь не буду ну потому что я считаю что мы можем в этом флете еще походите сегодня и завтра вот так что это пока основной сценарий по евро доллару далее идем фунт доллар по фунту как мы видим мы немножко укрепил укрепился фунт по отношению к американскому доллару сейчас идет нисходящая свеча но тем не менее тренд краткосрочный все еще восходящий здесь у нас давайте посмотрим какие уровни поддержки существуют помните о том что когда у нас вот такие шпильки образовываются это может давать своего рода погрешности при построении поэтому это также нужно учитывать итак уровни поддержки у нас 137 20 136 64 продолжаем мы пока что двигаться в восходящем направлении но тренд у нас как видим нисходящий и сейчас как раз мы от тестировали ну или практически от тестировали можно сказать с небольшой погрешностью линию сопротивления чего ждать дальше от движения цены ну давайте порассуждаем вместе и так значит тренд у нас нисходящий причем здесь те размерности которые у нас были мы практически без погрешности или с небольшой погрешностью буквально 12 пунктов но на среднесрочном таймфрейме это приемлемая погрешность мы эти размерности выполнили диапазон нижний у нас достигнут мы вернулись правда ближайший пивот еще не пробили поэтому здесь будет идея следующая основной сценарий это на текущий момент снижение к ключевому уровню поддержки затем движение восходящем направлении вот примерно вот по такому сценарию будет ли это отскок от уровня минимальной коррекции или глубокой коррекции то будем смотреть уже по факту ну заходить стоит как от того уровня так и от другого либо вы можете подтвердить этот уровень каким-то другим инструментом например опционным уровнем или уровнем маржинальных маржинальной зоны пожалуйста на ваш выбор вот и далее соответственно мы рассматриваем восходящее движение восходящее движение будем рассматривать первая цель у нас будет до вот этого диапазон чека это получается 138 80 139 088 более дальняя цель уже будет находиться дальше следующие цены скорее всего она будет находиться в районе круглого уровня 140 давайте даже посмотрим где она будет находиться так не вижу нифига где тут конец ну да в принципе где-то в районе 1 ой где-то в районе 1 40 и будет она находиться плюс-минус вот это будет наш более дальний диапазон соответственно к нему мы будем рассчитывать что цена у нас придет текущим восходящим цикле и после того как вот этот цикл будет завершён здесь мы уже можем с вами судить о том что у нас завершилась нисходящая конструкция и образовалась восходящая конструкция откуда мы уже с вами можем как по старшему таймфрейму то есть вот по такой размерности движение коррекция движение уйти в нисходящем направлении к нашим нижним целям примерно в район 1 32 79 1 33 76 а можем соответственно через паттерн 1 2 3 продолжить движение к в восходящем направлении на отработку тех зон ликвидности которые у нас остались сверху как видим что есть до сих пор у нас не отработанные зоны поэтому будьте внимательны принимайте решение только от тех уровней от которых это выгодно делать и тогда все будет хорошо для любителей торговли интродэй можете себе пометить что вот у нас была такая коррекция сейчас мы выполняем примерно такую же размерность и плюс-минус от уровня 1 37 69 можете попробовать докупить инструмент в восходящем направлении но будьте внимательны здесь у вас получится совсем небольшой стоп лосс потому что если это размерность будет превышена то дальше мы уже по ней не сможем работать вот следующую размерность например можете себе пометить вот такую но она уже придет плюс минус к уровню минимальной коррекции поэтому здесь будет логичнее входить сделку именно от этого уровня такая у нас ситуация по фунту далее доллар японская иена по доллар японской иене здесь все в общем то это просто и банально напомню что на прошлой неделе мы с вами рассматривали вероятность движение в нисходящем направлении продолжение движения в нисходящем направлении вот здесь даже у нас была неплохая точка входа ну я собственно до сих пор стою от этой от этой от этой границы от этого уровня вот пока что у меня сделка переведена в безубыток часть я уже зафиксировал когда мы вниз падали ну и конечный take profit поставил на обновление локального минимума здесь сейчас у нас идея следующая но я все-таки рассчитываю что доллар иена продолжит свое движение в нисходящем направлении потому что есть куда падать на самом деле и вот это про торговка восходящая с пробоем трендового канала она говорит о том что мы можем уйти достаточно глубоко даже на пробитие вот этого пивота а этот пивот у нас на минуточку находится на уровне 107 510 то есть это с текущих позиций 250 пунктов весьма неплохой take profit поэтому в данной ситуации я буду держать эту сделку ну тем более что она у меня уже в безубытке стоит со вчерашнего дня вчера я все-таки посмотрел что можно перевести в безубыток вот и соответственно дальше дальше буду ее держать какие здесь еще возможны варианты исхода событий но банально самое простое есть два уровня поддержки и сопротивление два уровня поддержки минимальной коррекции глубокой коррекции 109 934 109 604 соответственно от этих уровней цена у нас может дать какие-то коррекции и продолжить движение восходящем направлении однако здесь стоит обратить внимание что если мы достигнем этого уровня минимальной коррекции то мы пробьем вчерашний пивот а это такая достаточно серьезно достаточно серьезный аргумент в продолжение нисходящего движения поэтому если это случится то есть если мы все-таки дойдем до этого уровня то здесь скорее всего мы продолжим движение вниз ну а дальше уже будем смотреть по факту что нам будет рисовать цена в любом случае на текущий момент мы имеем так давайте посмотрим у нас была вот эта размерность вот она и мы ее отмерили нашего ключевого уровня вот то есть мы плюс-минус должны прийти вот сюда к котировке 108 570 давайте уровень даже немножко пододвинем этот тот уровень которому мы рассчитываем прийти в текущем цикле снижения если соответственно мы отскочим от уровня поддержки и пойдем выше такой вариант тоже возможен значит мы с вами что будем делать так мы построим наши границы вот таким образом плюс здесь еще можно там и на 4 часовики строим сейчас перейдем на часовик и посмотрим так куда же мы с вами можем прийти а вот это будет наша первая цель как раз она находится в районе неотработанного уровня ну и плюс по предыдущим размерностям здесь также есть определенные цели и так следующая цель более дальняя она у нас будет находиться уже в районе уровня сто одиннадцать шестьсот пятьдесят четыре это следующая цель помимо этих целей скорее всего будут еще локальные цели которые будут возникать по мере того как цена будет корректироваться но они нас уже по большому счету мало интересует поскольку у нас есть ориентир ближний ориентир дальний поэтому остальные цели будем подтягивать за ними вот такой сценарий пока по доллар иене далее смотрим доллар канадец по доллар канадцу здесь у нас идея следующая у нас есть неотработанные цели которые мы отмечали на прошлой неделе как раз буквально но не дошли до них и ушли на коррекцию сейчас мы продолжаем двигаться в районе ключевого уровня поддержки и сопротивления так вот в таком флэтовом диапазоне соответственно здесь у нас идея с вами какая получается нам нужно из этого флэта выйти как мы знаем доллар канадец он очень любит выходить импульс на из таких проторговок поэтому скорее всего мы будем ждать импульса либо на новостях с америки либо на новостях канады либо что-то с нефтью произойдет здесь уже не важно какой будет драйвер нам важно дождаться именно самого факта выхода из этого флэта ну а затем соответственно когда это произойдет просто на ретесте или по паттерну 1 2 3 мы работаем в продолжение восходящего движения то есть ничего нового здесь нет те же самые построения у нас остаются те же самые границы единственное что может быть немножко меняется время отработки сделки потому что вокруг этого уровня глубокой коррекции мы танцуем уже достаточно длительное время движение в нисходящем направлении здесь я пока не рассматриваю потому что тренд у нас явно восходящий и несмотря на то что здесь есть снизу неотработанные зоны ликвидности я все-таки считаю что текущий цикл восходящего движения по доллар канадцу он не закончился поэтому я буду ждать именно движение вот к этим ключевым позициям 128 41 28 71 и отсюда уже рассматривать какие-то идеи в сел поскольку я говорил на прошлой неделе что эта зона у нас как раз находится в районе такого достаточно сильного уровня поддержки сопротивления то есть локального максимума который был достигнут примерно в конце января 2021 года поэтому очень важно именно к нему подобраться ну в принципе по доллар канадцу здесь все идем далее доллар франк по доллар франку идея будет у нас здесь следующая тоже такое не совсем внятное движение происходит пытался я несколько сделок открыть какие-то из них закрылись по по безубытку какие-то из них по короткому take profit но тем не менее я здесь вижу вот такой нисходящий тренд вот это то что сразу бросается в глаза несмотря на то что вроде как здесь тренд восходящий но я все-таки вижу именно вот такую картинку поэтому на текущий момент я буду ждать именно снижение цены в район давайте посмотрим размерность у нас как видим четко выполняется соответственно максимальные цели выставляем здесь можем отметить вот эту коррекцию вот это коррекционное движение которое кстати здесь тоже как видим выполнялась вчера сейчас мы эту коррекцию выполнили поэтому в принципе с текущих позиций можем уйти вниз теперь берем вот эту зону отмечаем ее 090 80 0 91 ровно и ждем приход подхода цены именно к этой зоне то есть в данный момент приоритет здесь идет именно за нисходящим направлением возможно даже это будет на фоне укрепления франка потому что он за последние дни так же как японская иена попытался неплохо укрепиться поэтому посмотрим может быть этот драйвер как раз нам и поможет если смотреть циклически по движению цены от максимума мы отсчитываем то есть видим что здесь эти цели у нас были отработаны вместе со срывом стоп лоссов в более дальние цели они находятся прям очень далеко поскольку следующая вершинка у нас так вот импульсно пробивалась и здесь действительно цели лежат далеко поэтому мы будем использовать не среднесрочный подход а краткосрочный подход то есть будем использовать последние коррекции для определения движения цены то есть ближайшая цель здесь получается 0 91 185 можете отметить себе этот уровень давайте отметим так 0 91 85 отсюда у нас возможно коррекция опять же на ту размерность которая была отрисована перед этим возможно это даже будет не вот эта короткая размерность а чуть размерность чуть побольше то есть именно вот такая в район примерно уровня 161 и 8 вот далее можно также посмотрите вот такие цели ну они придут плюс минус тоже в этот диапазон соответственно сейчас я рассматриваю что цена в нисходящем направлении пойдет до этого диапазона здесь даст небольшую коррекцию и после этого пойдет в нисходящем направлении то есть вот такой сценарий мне видится наиболее вероятным на текущий момент входить в сделку здесь от уровня минимальной или глубокой коррекции ну наверно не имеет смысла потому что как мы видим цена здесь ходит по размерности поэтому до данных уровней она может просто не добить а если она до них добьет то там уже будет немножко сломана текущая размерность то есть даже если мы вот так посмотрим в диапазоне находится а если пойдем дальше то будет размерность уже сломаны и там мы должны будем с вами использовать следующую размерность которая идет за ней то есть вот эту размерность уже принимать решение вот отсюда поэтому сценарий оставляем тот который я озвучил далее австралиец доллар по австралийцу доллару продолжается явный нисходящий тренд 20 числа мы с вами рассматривали что выполнилось у нас структурное движение и говорили о том что вполне возможно движение восходящем направлении но пока что видим этим и не пахнет австралиец немножко скорректировался выполнил размерность давайте посмотрим значит предыдущую ли размерность он выполнил ну погрешность конечно есть возможно это была какая-то другая размерность скажем вот вот это возможно размерность давайте посмотрим так даже нет даже не она в общем по какой-то своей размерности пошел австралиец поэтому сейчас мы продолжаем пока что работать в продолжении нисходящего движения так что здесь у нас возможно но во первых посмотрим по отношению к последнему движению уровень минимальной коррекции мы не прошли вот он был уровень минимальной коррекции уровень глубокой коррекции не от тестировали поэтому если цена подойдет немножко выше отсюда можно будет допродать это у нас получается котировка 074 27 цели внизу по продаже давайте посмотрим цикл мы этот выполнили коррекцию выполнили но дальше здесь с большей вероятностью мы пойдем уже по новой размерности вот по этой и это будет у нас движение в район цены 071 90 это будет наш основной сценарий давайте посмотрим среднесрочно так среднесрочно так попасть бы на вершинку вполне попал не знаю так ну вроде попал значит среднесрочно у нас целевой диапазон находится между границами 072 010 72 58 так здесь получается ну да в принципе до него не так много идти осталось но если мы до него дойдем здесь скорее всего у нас с вами будет еще нарисована дивергенция ну да вполне вероятно что дивергенция будет потому что вот эта вершинка видим достаточно высокая скорее всего как то вот так будет рисована дивергенция и отсюда уже можно будет подумать о том чтобы агрессивно войти в сделку на покупку но только помните о том что австралиец он достаточно бодренько вырос в свое время и падать ему еще очень долго поэтому в агрессивные сделки нужно тоже заходить с умом и страховать свои позиции стоп лоссом поэтому здесь ну хотите рискуйте хотите не рискуйте я рисковать не буду я посмотрю как здесь поведет себя цена если будет какие-то явные признаки разворота то в этом случае тогда приму решение вот ну а пока пока что не буду этим заниматься так вот есть по австралийцу пока ожидаем нисходящее движение движение восходящем направлении пока рассматривать нет смысла но просто можете иметь в виду если например мы все-таки пойдем восходящем направлении то первая цель у нас будет находиться в районе 074 66 074 020 далее новозеландец здесь похожая картинка с австралийцем также мы продолжаем двигаться в рамках нисходящего трендового канала достигли как раз двадцатого числа целевой зоны давайте ее немножко так продлим так и здесь у нас идея следующая в текущем цикле снижения берем последнюю размерность откладываем после последней точки экстремума видим что приходим за цикл при этом здесь у нас есть также ключевой уровень ну погрешность совсем небольшая порядка 8 пунктов поэтому можем и не дойти до конца вот этой размерности а скорректироваться раньше на это тоже на обращайте внимание основная идея здесь у нас остается это нисходящее движение на прошлой неделе было несколько удачных точек входа он не на прошлая две недели назад получается на той неделе я работал немножко по другой разметки не по это я то специально не трогал для того чтобы показать как анализируется рынок изначально поэтому здесь у нас с вами будет основная идея это продолжение нисходящего движения также обращаю внимание что у нас возможны какие-то коррекционные моменты то есть сейчас цена оперлась в уровень минимальной коррекции также у нас возможны какие-то остановки и развороты цены в районе глубокой коррекции на это также обращайте внимание ни в коем случае не забывайте про это ну а цели по текущему снижению можем с вами вот таким образом отметить то есть немножко обрезав нашу шпильку и видим что цена у нас приходит плюс-минус в район той размерности которая была перед этим то есть в принципе это получается справедливая разметка вот такой у нас сценарий по новозеландцу далее золото золото после попытки похода в восходящем направлении снова заперлось во флете здесь мы можем уже вот такую построить размерность насколько она будет справедлива не знаю но по крайней мере она лучше отражает последние движения у нас остаются до сих пор не отработанные цели причем позавчера точнее не позавчера получается в пятницу у нас была очень хорошая точка входа я все-таки рассчитывал что цена по золоту пролетит чуть чуть пониже и достигнет следующего уровня ликвидности отсюда надеялся его поймать ну как видим мне не хватило буквально 7 пунктов ну обидно конечно ну что поделаешь вот в итоге мы очень хорошо отскочили сходили вверх порядка 200 пунктов тем не менее я пока ордер этот не убираю жду дальнейшего снижения и все-таки думаю что мы еще раз оттестируем эту зону и после этого улетим в восходящем направлении этот тот сценарий которым которому я придерживаюсь в настоящий момент здесь у нас если посмотреть по размерностям в принципе все происходит в рамках тех размерности которые мы отмечали то есть мы должны по текущему циклу снижения уйти вниз как раз в зону ликвидности которая у нас не отработала ранее и после того как мы эту зону благополучно оттестируем уже можем рассчитывать на поход в восходящем направлении вот в принципе здесь по золоту больше особо ничего не скажешь от того насколько будет глубоким этот заход будет зависеть то какие ближайшие цели мы с вами здесь наметим поэтому сейчас их нет смысла здесь размечать просто имейте ввиду что мы ждем дальнейшего снижения и от нижней границы уже пойдем восходящем направлении вот такой сценарий мне видится наиболее вероятным так далее серебро серебро продолжает танцевать в районе циклического диапазона здесь пока что у нас все без изменений несмотря на то что вроде как тренд краткосрочный у нас восходящий ой и из текущих позиций мы вполне возможно уйдем восходящем направлении все таки не знаю мне вот этот картинка напоминает тот паттерн когда мы можем уйти еще ниже и не просто ниже как раз на размер вот этого предыдущего движения то есть примерно как то вот так и здесь если мы посмотрим цикл среднесрочный и краткосрочный можем отметить себе вот эту зону и это будет справедливая зона куда по моему мнению стремится цена в ближайшем цикле снижения 2380 24 096 вот поэтому здесь я бы поостерегся каких-то сделок на покупку все таки можем мы еще таким же импульсом уйти в нисходящем направлении а отсюда уже можно будет рассмотреть какие-то моменты на движение в лонг вот пока что такой сценарий у нас по серебру если же мы будем корректироваться в восходящем направлении то можно будет попробовать в текущем цикле допродать поскольку как мы видим мы буквально чуть-чуть не от тестировали уровень минимальной коррекции хотя опять же если здесь поиграть расстояниями то возможно возможно на некоторых построениях окажется что мы его все таки и от тестировали вот но тем не менее будем считать что мы его не от тестировали соответственно мы к этому уровню можем еще вернуться и от него уже пойти в нисходящем направлении также не стоит забывать про уровень глубокой коррекции случае если здесь будет какая-то проторговка то мы можем в него удариться резко отскочить и потом уйти вниз ну по так называемому паттерну голова-плечи если кому-то удобнее его так воспринимать вот здесь приоритетное направление я вижу пока именно в шорт в текущем цикле если мы все-таки уйдем восходящем направлении будет у нас ближайшая цель находиться в районе диапазона 60 26 10 26 22 ну и это наверное наиболее такая ближайшая цель то есть как раз закрыть тот срыв цены который у нас был 16 июля идем далее нефть марки бренд по нефти как раз 20 числа мы с вами рассматривали возможность коррекции на предыдущую размерности продолжение нисходящего движения ну как видим коррекция была восходя продолжение нисходящего движения не было такое тоже бывает что теперь поделать мы торгуем вероятность что сейчас здесь у нас основное остается те размерности которые были перед этим вот это бодренькое движение в 729 пунктов благополучно перебила то есть какую бы размерность мы не взяли одну из последних то видим что то движение которое мы получили оно все равно больше этой размерности поэтому здесь уже стоит рассматривать движение на 4 часовом таймфрейме более среднесрочное и я бы даже сказал наверное какое то вот такое движение здесь нарисовывается то есть текущем цикле мы можем сразу прийти практически к локальному максимуму котировки 7750 вполне такое возможно поэтому будем рассматривать этот сценарий как основной но здесь единственный наверное нюанс такого сценария что нам придется очень долго ждать подхода к точке входа к удачной точке входа откуда мы действительно справедливо можем недорого купить чтобы потом дорого продать вот уровни коррекции у нас 71 60 и 70 ровно но для того чтобы к ним цена подвелась это наверное должны быть ну либо какие-то фундаментальные новости либо что-то должно случиться для того чтобы цену так резко уронили как это было на прошлой неделе и 2 недели назад вот так же здесь можно рассмотреть следующий сценарий то есть если мы посмотрим то как таковых коррекций то у нас здесь и нет у нас есть только вот эта размерность которая здесь недовыполнилась соответственно здесь она еще может вполне сработать то есть какая здесь будет основная идея мы берем с вами вот эту вот этот уровень этот срыв цены вот эту шпильку так называемый пин барчик и соответственно если к нему подходит цена то здесь мы можем закупиться для того чтобы отработать вот это восходящее движение и стоп лосс у нас здесь получится сравнительно небольшой и тейк профит достаточно приятным то есть где-то стоп лосс получится пунктов 50 плюс минус кто как работает но тейк профит получится пунктов 400 поэтому такой вариант тоже вполне возможен если смотреть по сетке фибоначчи то здесь тоже толком ничего не обозначишь потому что первый цикл мы прошли от него сделали реакцию а следующий цикл исходя из того что здесь были длинные движения он находится уже очень далеко то есть он находится даже за абсолютным максимумом это верхняя граница трендового канала который у нас когда-то по которому когда-то двигалась цена затем сделала коррекцию вот это уже будут котировки 80 31 81 47 поэтому блин я не знаю в текущем цикле вряд ли мы до таких пределов дойдем то здесь уже лучше какие-то более реальные более близкие котировки строить ну например вот эта котировка 76 78 77 16 то есть этот уровень уже кажется наиболее вероятным в текущем цикле восходящего движения поэтому будем придерживаться именно этого сценария в принципе пока по нефти все так и завершаем наш обзор активом доллар рубль здесь у нас идея следующая так где у нас было 20 20 я уже не помню какой сценарий мы рассматривали по-моему рассматривали сценарий продолжения восходящего движения если мне не изменяет память но пока что как мы видим наверх мы не пошли пока что мы имеем только краткосрочный цикл снижения вот в таком примерно трендовом канале и исходя из этого трендового канала мы можем еще чуть-чуть спуститься до нижней границы я здесь уже стою лимитным ордером от практически уровня глубокой коррекции по отношению к последнему восходящему движению но все-таки рассчитываю на продолжение движение вверх 75 58 ближайшая цель по крайней мере по достижении этой котировки я буду фиксировать часть позиции остальное переводить без убыток и ждать отработки до 77 42 в текущем восходящем цикле у нас здесь ничего не меняется то есть ту размерность которую мы брали мы собственно и ждем отработку этой размерности в рамках текущего восходящего движения если же мы пойдем в нисходящем направлении то здесь у нас критическим уровнем станет 72 58 потому что в этом случае у нас будет коррекция уже слишком глубокая и стоит закрыть сделки в лонг и посмотреть как дальше поведет себя цена потому что возможно мы пойдем на дальнейшее снижение то есть это будет у нас цикл вот такое снижение вот это волна А это коррекция волна Б а вот это будет снижение волна С но в этом случае как мы видим структура нас приводит к котировке 68.91 это конечно уже очень достаточно дорогой рубль по отношению к американскому доллару и не знаю честно что должно произойти чтобы мы вот так резко упали фундаментальных причин каких-то объективных я для этого не вижу хотя многие аналитики могут со мной не согласиться по-моему на одном из вебинаров или утренних обзоров Артем Деев говорил о том что у рубля есть все шансы для того чтобы укрепиться ну здесь наверное сколько людей столько и мнений каждый работает так как он понимает рынок поэтому судить сложно но тем не менее и так еще раз значит я буду рассматривать по доллару снижение до примерно котировки 73.20 и после этого восходящее движение с пробоем нисходящего трендового канала и первая цель 75.58 это все торговые идеи на сегодня надеюсь вам было полезно и интересно данное видео желаю вам приятного дня хорошей торговли профита пока